ребята всем привет меня зовут сан саныч и вас всех рад приветствовать у себя на канале сегодня хочу рассказать одну историю об рс пешки и оленяки и и лично эту историю услышал от одной своей очередной там рс пешки вот это была ее сестра вот не помню когда я была то есть я не уточнял эти все подробности смысл в том что жили они в липецке в липецкой области он занимался там лесом каким-то я не знаю там чем делал то есть ну зарабатывал на нах ну все все кто кто лесом занимается в принципе нормально зарабатывать потому что там деньги нормальные крутятся вот она где-то там продавцом что ли магазине работала у нее было трое детей ребята вот все были от одного брака нет разных от всех ну от одного брака это одного мужчины было трое детей этот оленяк естественно их обеспечивала всех ну чё она там может заработать в магазине тем более еще в регионе да там ну 15-20 тысяч это от силы там я не знаю это вряд ли вот естественно всю ту араву нужно кормить здесь жили они на съемной квартире вот у этого пацаненка этого оленяки были какие-то там кредитные что ли там история не там ну короче в общем какие-то долги по кредитам у нее были вот у него была машина приора и ему нужно было ее на кого-то переоформить что вы не забрали просто приставы да мария с Не наложили на него у чем делает ну на кого нет бы там на маму на папу там были на знакомого лучше на какого-то друга он ее на нее переоформляет эту машину волну я не знаю там как она специально не специально то есть они поссорились там че нуб прям быстро, что-то там через некоторое время, вот, поссорились они, прям конкретно поссорились, то есть, якобы они разошлись, да, там они какое-то время не общались, вот, ну, ну, я думаю, все уже догадались, да, что, естественно, машину она ему не отдала, нет, он пришел к ней, ну, типа, машину мне, типа, верни, потому что она, как бы, она, нет, я тебе не верну ничего, она моя по документам, ты что, ты меня обидел, а я тебе буду машину, что ли, возвращать, ну, это будет тебе уроком, родной, вот, ну, окей, хорошо, то там они поругались, поругались, то есть, он обиделся, конечно же, вот, и ушел, вот, она машину продала, там, приора машина у него была, я не знаю, сколько продала, там, ну, тысяч, ну, 150-200, наверное, хрен его знает, там, смотри, какая, какой год там, какое состояние, ну, неважно, в общем, вот, продала она эту машину, через некоторое время, они опять начинают общаться почему-то, вот, и что вы, ребята, думаете, они опять сходятся, и они опять живут вместе, вот, по сей день они живут вместе, потому что недавно я с этой РСПшкой общался, я, мне прям интересна была эта история, вот, я уточнял, а что там, сестра твоя с этим дурачком живет, нет, а что это он дурачок, он, он хороший мужчина, он порядочный, я говорю, в чем его порядочность, ну, как, вот, он ее не бросил, то есть, даже то, что там они поссорились, он, он же понимает, что у нее трудить ей сложно одной, вот, он ее не бросил, вот, он молодец, он ей помогает, вот, говорю, ну, хорошо, а эти деньги, вот, которые с машины, она куда, ну, она продала ее, куда она делала, этот, ну, как это она, на детей, говорит, потратила, вот, и что, никаких там возражений, что ли, не имел, ну, это, ну, я не знаю подробностей, имел, не имел возражений, типа, ну, якобы он спросил, типа, ну, типа, а что машину, деньги куда-то делала, ну, я тогда на тебя была очень сильно обижена, То есть, ты меня обидел очень сильно Я машину продала и деньги потратила на детей Потому что я уже думал, что мы с тобой уже никогда не будем вместе Но он это все понял, проглотил и смирился И дальше с ней, ребята, живет Ну, блин, я иногда слышу такие истории, ребята Я вот всегда убежаюсь Никогда лох не переведется у нас, да, в стране Ну, по крайней мере, у нас в стране Ребята, ну, если вы что-то влазите в это болото, блин Вот это вот под названием, вот это яроспешные отношения, блин Ну, вы хотя бы, ну, не переоформляйте свои машины, блин, дома на них Ну, нахрена вот это вот делать? Ну, вы же прекрасно понимаете, что любая сейчас ссора и все И ваше имущество, оно уже не ваше по факту Вы уже его переоформили Ну, как вы можете доверять вот им? Ну, какая бы ни была, якобы, любовь у вас там, как бы вы думали Ну, не делайте вот таких вот идиотских шагов Ну, это просто, это, понимаете, вас поимели И вас опять же приняли, чтобы еще раз вас поиметь Я не удивлюсь, если он опять на нее что-то переоформил Там машину какую-нибудь или дом он сейчас купит Они же на съемке живут, там они все мечтают Дом какой-то купить Он опять на нее оформит Если кредиты там свои эти не закроют У нее проблемы не закончатся Вот там, ну, видать, какие-то обременения там на нем висят Что не может имущество на себя оформлять Блин, ну, оформят и на маму, по крайней мере Ну, там, на папу, я не знаю На сестру, на брата Ну, как, ну, можно и там, конечно, прогореть Потому что родственники тоже всякие бывают Блин, ну, на друга какого-то Я фиг его знает, я не знаю Продай на время эту машину Фиг его знает По крайней мере, деньги у тебя останутся там Либо поменяй какую-то там Купи себе какую-то классику какую-то Или девятку, как у меня, допустим, да Он, жоповозку, блин Ее хотя бы, если ее заберет, эту машину Так ее не жалко, она там 30-50 тысяч стоит Е-мое, фиг с ней, да Ну, Priora там тоже не Bentley, конечно Ну, 1200, извините меня, тоже как бы Очень даже немаленькие деньги Ой, просто Вспоминаю такие истории, блин, у меня С одной стороны, как-то, блин Обидно за мужиков Потому что их так разводят, блин, идиотов А с другой стороны, как-то и не жалко Лох он и есть лох, да Фиг его знает Ну, в общем Такие, ребята, дела, блин Не делайте вы таких вот идиотских поступков Никто этого не оценит Оценит РСПшка это оценит Сейчас вот думаю, как-то никто не оценит Оценит, почему же РСПшка это уже ваша и оценит И еще раз опять позову Ну, а зачем она опять его позвала Ну, понятное дело, для того, чтобы дальше его крутить на деньги Ну, естественно Так, самое интересное, с этой РСПшкой общаюсь Которая, ну, мне эту историю рассказывала Ну, я как бы так Я в тот момент ее окучивал там, чтобы, ну Пожахать ее То есть я, естественно, там с ней соглашался Да, да, там твоя сестра, там она молодец Там этот вообще, он не прав Он там с ней поссорился Ну, понятное дело, да И так невзначай у нее узнавал Ну, а ты как думаешь, типа По поводу всей этой ситуации То есть сестра твоя права, не права? Конечно, права Как это? Ну, ей же тяжело Он себе еще заработает Он зарабатывает нормально Он себе еще заработает Чего ему эта машина? Е-мое И тем более он же ее обидел Ой, блин Вот откуда у них такая прожженность, блин Берется Я не понимаю Кто им это в голову, блин, вдалбливает Ну, надо, ребята Сами мужики им это все в голову вдалбливают Потому что Никто не даст ездить на мужике Кроме самого мужика Вот, ребята Такие мысли Пишите комментарии, ребята Подписывайтесь на канал Лайки ставьте Или дизлайки Если вам не нравится Что-нибудь не нравится Пишите в личку Мне истории свои Присылайте Буду рад их зачитать Не зачитать А рад сделать на них видео Все, ребята Всем пока Всем удачи Всем хорошего настроения Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok